Девушки отдыхают Довольно-таки определенное время назад Но Бог Уникальным образом достал эту тему Из моих архивов Это произошло, знаете как В эту пятницу И обычно по пятницам Вы знаете, да, мы делаем виртуальные домашние Они такие интересные, популярные Люди любят их Много людей подключаются, задают вопросы Мне нравится это время И в одном из вопросов Были заданы конкретные моменты Где мне нужно было ответить И мне пришлось ответить Вот таким моментом Что человек проходит через Основные три фазы своей жизни Я как учитель не хочу вводить тебя Там, знаете, в десять ступеней первого шага Я так скажу, если разбить жизнь христианина Жизнь дитя Бога Ты в реальности всего лишь проходишь Три основные фазы О которых я сегодня поделюсь И когда я буквально в двух минутах В этой домашке ответил Насчет этих трех фаз На меня просто сорвались вопросы Твиттер, Фейсбук, Вконтакте Личные Андрей, пожалуйста, открой эту тему У меня уже как бы другая тема готовилась Я уже работал И Дух Святой меня позвращивает Он говорит, я хочу, чтобы поделился С моей семьей этой темой Бог мне говорит, для тебя эта тема Как бы прожитый материал многолетней давности Но кто-то прямо сейчас Находится на поле битвы И для него будут очень реальные ответы Именно в этой теме И я, вы знаете, попытался отнекаться Где-то сутки И я проиграл Дух Святой вернул меня назад В мой архив И вашему вниманию Моя тема Которая не была планирована говорить Тема так и называется Три фазы входа в твою идентификацию Или entering into your destiny То есть, как войти в идентификацию Эту тему я называю Знаете, я ее ставлю в категорию Тем из твоей судьбы Судьба У меня много по жизни Особенно, как вам сказать Это тема из прошлых-прошлых сезонов Которых мы с вами проходили Много лет назад Она просто из-за плотности проповедей Она просто не вошла Она не была опубликована Но почему-то Бог вернул меня сюда сейчас И вы хотите услышать Об этих основных трех фазах И мне люди сказали Андрей, помоги нам Потому что мы застряли В определенных фазах Ответь нам, что делать И вы знаете, как учитель Это как, знаете, для Я не знаю Это как для ребенка мороженого Для меня, как для учителя Когда мне говорят Андрей, объясни И у меня все внутри Аж оживает Кто-то боится этой фразы А я, как учитель Я смакую Это объяснить Садись Приготовься Сейчас это будет долго Не переживайте Я постараюсь все впаковать Я примерно Я не знаю Жена сегодня заняла хорошо Но мои прославления Это хорошо Если примерно Столько же будет слова Будет отлично Обычно жена Меня еще не победила По размеру Прославления Еще не было Полтора часа Еще не было Аллилуйя Я пока держу Ну, как вам сказать Да, кубок по длительности Ничего не сделаешь Функция такая Итак Когда мы внимательно Посмотрим на жизнь Больших людей Людей, которые вошли В очень, я так скажу Великие вещи Опять же Я назову Некоторых людей В процессе темы Из Библии Прошлого времени Но также Людей, которые Живут Или жили Примерно В нашем В нашем Времени Люди, которых Мы знаем И мы видим Когда люди Созревают Или двигаются В свою Идентификацию Именно эти Три фазы Присутствуют В жизни Каждого человека Итак Ты готов Услышать Фразу Номер Один А в которой Застряло Большинство Детей Бога К сожалению Итак Первая фаза Я ее назвал Так Выжить Выжить Вы знаете Что первая Фаза Я объясню сейчас Эта фаза Очень важна Для нашего Становления Фаза Выжить Это там К тебе Показывается Твое Сердце И сердце Бога Фаза Выжить Это Там Где тебе Действительно Открывается Кто ты В сущности Ты понимаешь Волю Бога Тебе нужно Перестроиться Переформатироваться Тебе нужно Вот здесь Плотится Цена За твое Служение И вход Большинство Людей Говорит Иисусом Все уплочено Вы не понимаете О чем я говорю Иисусом Уплочено Кровью На кресте Твое спасение И нигде Не написано Что Иисус Проплачивал Чье-то Призвание Функции Туда ты Входишь И ты С чем Ты первый Встречаешься Когда ты Начинаешь Входить В свою Идентификацию Вы задавали Этот вопрос С чем я Встречаюсь С собой Вчера У нас был Классный Мужской Завтрак И очень Интересные Вопросы Были И один Из ответов На эти Вопросы Были Что Духовная Война Когда Начинается Духовная Война Как Мы Связываем Бесов Не Мы Не Связываем Бесов Когда Начинается Духовная Война Мы Говорим О Персональной Битве Знаешь ли ты Что Ты Не Воюешь С Бесами Ты Воюешь С С С С С Доступом Бесов К тебе Когда Этой Вещи В тебе Нет Бесами Ты Ты Не Воюешь Они Туда Даже Не Приходят И Когда Мне Бог Сказал Ты Не Воюешь С Демонами Ты Воюешь С С С В Первой Фазе Ты Познаешь Себя Свои Плюсы И Минусы Итак Фаза Выжить Сколько Христиан В фазе Выжить Это Еле Еле Все Сходится Моральное Давление Физические Недостатки Финансовые Недостатки У тебя В душе У тебя Пробелы Проколы Другими словами Все начинается С вот этого Уровня Младенчества Как Библия Называет Там где Ты находишь Себя Ты Выживаешь Ты Ищешь Свой Голос Пытаешься Понять Кто ты В этом Мире Поймите Семья Эта тема Не относится К тем Кто просто спаслись И живут Своей жизнью Эта тема Относится К тем Которые Мечтают Что-то В этой Жизни Достичь Это Люди Когда Мечта Бога Не дает Тебе Спать Спокойно Когда ты Понимаешь Что ты Не просто На этой Земле Пару Тройку Детей Бизнесок Небольшой Сэвингс И Раз в год Ездить На отдых Поймите Дорогие Ты не Для этого Рожден И поэтому Когда Бог Начинает Говорить Тебе Начинает Тянуть Тебя Начинает Влечь Тебя Первое Когда ты Делаешь Господь Я Твой Сначала Ты захвачен Его Величие Как обычно Этот медовый Месяц Он такой Вкусный И приятный Но потом Что Начинается У всех Без исключения Начинается Фаза Выжить Все Против Тебя Вы заметили Это Все Против Тебя Ты не Понимаешь Как Я Влип Сюда Наверное В этом Виноват Бог Нет Во всем Виноват Твое Посвящение Ты Сказал Я Твой Бери Меня И употреби Для славы Твоей И Бог Говорит Сначала С тобой Нужно Поработать Итак Фаза Выжить Ты берешь Что-то Сегодня Просто Просканируй Своё Сердечко И ответь Себе На вопрос Где ты Итак Первая Фаза Выжить С этой Фазы Начинают Все Цель Этой Фазы Показать Тебе Твои Сильные Слабые Стороны Показать Тебе То Где Ты Не Должен Быть И То Кем Ты Не Должен Стать Поймите Цель Этой Школы Научить Тебя Чего Не Нужно Делать Некоторые Говорят Господи Тебя Нет В Этой Фазе Почему Так Тяжело Бог Учит Тебя Полагаться На Него Стал ли Бог Твоим Источником Или Бог Твое Запасное Колесо В багажнике Вы не Услышали Меня Христиане У Некоторых Бог Это Вся Жизнь Вся Машина Это Бог Но Большинство Христиан К сожалению Они Едут Сами Но На Всякий Случай В Багажнике Есть Запасное Колесо Это Колесо Называется Господь Бог Как только У меня Взрывается Что-то В моей Жизни Я Прикручиваю Колесо Я Взываю Господу И Дотягиваю До Очередной Церкви Там Меняют Колесо И Опять Как вам Сказать И я Опять С Уверенностью Ложу Колесо Запасное Запасочку В багажничек И Продолжаю Жить Моей Счастливой Жизнью Без Господа Кто-то Понимает Это Что я говорю Ну как Это Вот Это Категория Людей Они Как бы Бог Есть Но Он В Багажнике Я Могу Его Достать Если Надо Но В принципе Мне Надо Жить И Я Не Хочу Чтобы Он Мне мешал Понимаете Это Категория Людей Это Такая Ты Их Не Схватишь Они В Курсе Всего Но Плоды Доказывают Иное Нет Бога Ничего Нет То есть Их Фразы Там Нет Бога Их Мысли Там Нет Бога Их Мечты Там Бога Не Существует Но Вдруг Какой-то Форс Мажор У Меня Есть Колесо Ты Не Захватишь Меня Без Запаски Именно Здесь Я Помню Этот Сезон Как Мы Выживали С женой Бог Мой Я Уже Готов Был Бросить Все И Бросить Всех Мое Выживание Стало Моей Жизнью Я Понимал Что Я Так Не Должен Жить Что То Есть Больше Что То Есть Лучше И Бог Мне Говорил Сынок И Вы Знаете Почему Люди Первая Причина Почему Люди Застреют В Фазе Потому Что Мы Не Слушаем Бога Когда Он Говорит Что То Сделать О Я Помню Этот Момент Я Знаю Что Мне Определенное Задание Дано От Бога Но Я Упираюсь Я Обхожу Я Хочу Решить Сам Как Правило Когда Бог Что Говорит Это Радикальный Шаг Веры Ты Никуда От Бога Не Денешься Богу Невозможно Угодить Без Веры Значит Все Там Будет Элемент Риска Там Будет Элемент Физического Духовного Душевного Страха Это Там Где Ты На Воду Становишься Как Да Иисус Сказал Но Кто Его Знает Поймите Дорогие Что Вот Эта Фаза Где Бог Не Может Доверить Тебе Ничего Большого Он Должен Тебя Переподключить Принадлежишь Ли Ты Ему Или Ты Ему Принадлежишь Раз в неделю Принадлежишь Все твое Существо Ему И Дорогие Вот Эта Фаза Выжить Потому Что Люди Пытаются Провозглашать Обещания Бога Но Жить С Духом Этого Мира Ты Это Понимаешь Мы Говорим Бог Сказал Так Отпусти Не Могу Страшно И Я Помню Первые Мои Вещи Это Было Просто Бог Говорит Сын Ты Не Слышишь Меня Ты Не Слушаешь Меня Ты Не Подчиняешь Мне Дорогие Возьмите Давайте Простую Историю Которую Все знают Читать Не будем Известно До Нереальности Израиль Вы знаете Что Израиль Во время Перехода В Обитованную Землю Они Должны Были Идти Всего Лишь Пути Пешком Эксперты Говорят От Египта До того Места Где Они Должны Были Перейти С остановками С ночевками Чуть-чуть Более 40 дней Примерно 40 дней Я понимаю С детьми Со скотом Люди Не могли Ити Больше Примерно 40 дней Представляешь 40 дней Должен был Быть Переход Знаете ли вы Почему 40 дней Затянулось 40 лет Непослушание Тому Что Бог Сказал Сделать Поймите Дорогие Я говорю Сейчас Реально Я знаю Это Я прошу Я проходил Этот момент Некоторые люди Говорят Почему Я не могу Выйти Годы Выживания А я тебе Скажу Ты не Хочешь Адресовать Вещи В твоем Сердце Жизни С ближними Которые Бог сказал Адресовать А Бог В игры Не играет Семья Вы слышите Меня Ты с Богом Не сможешь Договориться Он когда Сказал Слово свое Он будет Ждать 40 лет Пока Кто-то Его Исполни Я говорю Бог Я уже Сколько лет Вы знаете Я помню Этот момент Про буксовки Вы знаете Как я узнал Что я нахожусь Там Где я не должен быть В моей жизни В позиции Вот это Выжить Начался Ропот Как по-английски Ропот Переводится Ропот Роптали Вот я забыл Вот забыл Нет Есть именно Слово Роптать Это Специфическое Слово Нам наверное Переводы Не надо Потому что Никто Вообще Не в курсе Сейчас Вот жена Уже На переводчике Ропот Даже Гугл Пролетел В этой сфере Ладно Лесом Хорошо Ропот Это именно Тогда Когда они Противились Богу Это когда Они были Недовольны Это когда Всю их жизни Кричала Не могу Манку есть Она с носа Лезет Да потому что Манку ты должен был Есть 40 дней А ты ее Ешь 40 лет Вы знаете Что я заметил Семья В моей жизни Начался Ропот Я это реально Говорю Где я Все надоело Я больше Так жить Не мог И я говорю Бог Почему это Он говорит Ропот Это свидетельство Того Что ты находишься Там Где ты не должен Быть Вы разобрались С этим словом Хорошо Соглашусь Я думаю По русски Все поняли Американцы Извините Я сам Не знаю Хорошо Мурмур Это ближе Спасибо Да Мурмур Да Мурмур Окей Хорошо Хорошо Разобрались По ходу дела Сразу учимся Переводить Теперь слово Ропот Никто из вас Не забудет Никогда Ты будешь Знать его Наизусть Точно Итак Здесь мы встречаемся С мотивами своего сердца Поймите Что Бог В этом периоде Выжить Он дает тебе Тесты Без которых Ты не сможешь Жить И стабилизироваться Другими словами При переходе В обитованную землю Туда должны войти Готовые люди И что тебя Подготавливает К обитованной земле Это твой путь Выжить Слышать И видеть Бога И послушаться Слушаться Его То есть я хочу Задать вопрос Тем, кто говорит У меня церковь не та Пастор не тот Все не то Ты ропщишь Не потому что ты не там А потому что ты не послушен Потому что Бог Никогда не даст Права мне На твою жизнь Этого не будет Только Бог управляет Твоей и моей судьбой И Он не доверит Твою судьбу Мне в руки Я разбираюсь еще Кто я Откуда я знаю Кто ты Поймите Когда в твоей жизни Ропот и недовольство Это свидетельство Что ты У тебя в жизни Есть непослушание Потому что мы хотели бы Чтобы оно пришло Вот так Чтобы все эти гиганты Пришли И легли И умерли Или просто сбежали Но нам пришли И сказали Это ужас Господи Это нам Что их теперь убивать А Бог говорит Вы не сможете Удержать землю Если вы не сможете Захватить землю Что-то понимает Логику Бога Вот почему тебе Нужна фаза выжить Потому что здесь Ты становишься собой Здесь ты принимаешь Я так скажу Броски Или вызовы веры Вот почему Большинство людей Буксуют и буксуют Потому что ты уже Десять лет назад Должен был сделать шаг Пять лет назад Должен был сделать шаг Но ты всего лишь ждешь Что оно само собой Произойдет Зануждаешься Бог тебе говорит Войди в землю И вы победите Этих гигантов Поймите, дорогие Заметьте, что Когда то поколение Вымерло Которое отреклось Которое не захотело Слушаться Бога Заметьте, что Поднялось другое поколение Которое сдало этот тест И когда они вошли В эту землю Они были готовы Не только сражаться Но и удержать позицию Вот почему Твоя позиция Выжить Такая жестокая Потому что Бог готовит тебя К позиции Удержать Стабилизироваться Сможешь ли ты Удержать То, что ты Хочешь завоевать Вот вопрос номер два В большинстве Дай пробуждение Кто из нас Способен пробуждение Удержать Чтобы оно существовало И двигаться Дай нам огонь А сколько лет Ты сможешь Держать огонь Горящим Хотя бы у себя внутри Алло Вот почему Этот тест И переход С выживания В выживание Он такой сложный И больный И я помню Бился и бился Бог говорит Там и жертвы Там и посвящение Там много чего Было сделано И отец говорит Сын, пожалуйста Доверься мне И я помню Что Бог делал Он выбивал С меня В этой первой фазе Платформу человеческую Он говорит Я твой Бог Не полагайся Ни на кого Все вокруг Нелогично Но я с тобой Все вокруг Говорит Что ты должен Утонуть Но ты не утонешь Все вокруг Тебя пророчествует И говорит тебе Что ничего не получится Сыну тебя получится Способен ли ты В этой фазе Выжить Научиться Слышать По-настоящему Бога Способен ли ты Ему доверить Свою жизнь Способен ли ты Доверить Ему Чтобы Он Дал тебе супруга Давайте начнем С простых вещей Призван Нелог Ты можешь Богу сказать Отец Не допусти Человека Который не от тебя Женщина Можете об этом говорить Девушки Парни Ты можешь Сказать Парни Ты можешь Сказать Господь Не допусти Ни одну девушку Которая не от тебя Только то Что от тебя Послано тобой Будет задержаться В моей жизни Не-не-не Мы Бога туда Не пускаем Потому что у нее Грудь красивая Попа круглая Мы потом начинаем Уже попадать В расстройство В кошмар Когда Бог мой Уже и на попу Смотреть не хочется Там кошмар И ад начался Спасибо Я всегда по-английски Звучу намного культурнее Все нормально Дорогие Поймите Способен ли Бога Впустить В самые первые Аспекты своей жизни Я думаю Что мне теперь С этим мужиком делать Это диванное животное Оно живет Размножается на диване И просто существует там Он уже стал Частью дивана У него все там Там и Там и пульт контроля Там и попкорн Там чипсы Все в диване Ему даже уходить не надо Он старые семечки Туда берет Если лень уходить Ты просто протяни руку В свой диван Ты найдешь там все Для твоего Следующего дня Окей Даже носки там есть Там все есть Просто проверь хорошо Дорогие мои И что получается Мы не пускаем Бога туда Дорогие А что мы вообще хотим Тогда от Бога И потом Когда натворили вещей Где Бог был Там где ты его И поставил Вот как спрашивали Такие были ответы И потом нам говорят Как засунуть Квадратик в круг Понимаете Ко мне люди подходят И говорят Мы не знаем Что делать Я говорю Я не смогу Если Бог не смог Квадрат засунуть В круг То извините Окей Поэтому Это просто Оно не функционирует То что ваши тела Подходят друг к другу Это не говорит Что ваш дух И душа Смогут быть вместе Кто-то понимает То что ваши половые органы Друг к другу Как бы подходят Это не говорит о том Что ваши души Друг к другу подходят Ну сначала Нас душа не волнует Конечно не волнует Сначала нас другие вещи волнуют Хорошо И вот эта позиция Выжить Сможешь ли ты ему Доверить свою судьбу Сможешь ли ты ему Доверить все в своей жизни Или ты выборочно доверяешь Вот это с Богом Вот это нет Вот это Кто его знает Подождем Отдай ему всю свою жизнь Измени меня Вырви из меня Ложь Гордость Грязь Похоть Вырви из меня Все Я проведу Несколько лет В фазе Выжить Но я прошу тебя Бог Переломай меня Переподключи меня На твой голос И источник Не позволь мне Даже Иметь способность Жить без тебя Кто может Помолиться так Сделай так Чтобы я без тебя Не смог И не захотел Просто жить Сделай Сделайся ты Для меня Единственным источником О дорогие мои Это молитва Взрослых людей К сожалению Многие дети Бога Сделали Эту фазу Жизни Некоторые Говорят Нормально И вот Они просто Выживают И вот это И мы уже Знаем Вот гора Примерно 20-25 дней Мы видим Те же самые Гробы Которые Мы вокруг Уходим И хоронили Мы знаем Мы знаем Что по утрам У нас Манка Бог Как бы с нами Поймите Манка Не закончилась Поймите Дорогие мои Сердце Бога Фаза Выживания Будет В твоей жизни И сорок лет Бог тебя В фазе Выживания Не покинет Вы все со мной Обещанная Манна На сорок дней Будет сыпаться В твой род Сорок лет Бог не скажет О, я все Отказываюсь От вас Я отхожу Нет Бог сказал Вы будете В этой фазе Поймите Переход Израиля Как духовную Реальность Понимаете Как вот Мы живем Как пример Нашей жизни И ты просто Ходишь Вроде У тебя Есть Что Поесть Но Это Не Пища Жить Это Пища Выжить Это Как бы Нормально Но Я не Иду Вперед Все По кругу По кругу По кругу Кто-то Кто-то Был В проклятии В сезон Выжить Бог Есть И то же самое Бога нет Вот этот Бог есть Но вот Того Бога Обещанного Я не вижу Почему Потому что Ты Не слушаешь Бога Вспомни Что Он Сказал Тебе Сделать Вспомни Что Он Сказал Тебе Совершить Вспомни Этот момент Я помню То же самое И Бог Мне говорит Сын Ты должен У меня были Несколько моментов Я не буду Говорить Которые Мне нужно Было Сделать Бог Ну Чтобы Это Сделать Мое Я Должно Было Умереть И я Говорю Нет Бог Говорит Туда Держи Тарелку Манки На Следую Утро Прорыв А Бог Говорит Сделай Чтобы Сделать Нужно Сломать Своё Я Эго Своё Знаете Позвоночник Свихнуть Нет Следующая Тарелка Манки Жена Помнит Как я Ходил Шёл на Молитву Муж Стал Утром И пошёл На Молитву Потому Что Я знал Что Это Не Жизнь Это Следующая Тарелка Манки Он не Уходит Но Он Не Приходит Молностью И Некоторые Люди Говорят Это Все Виноваты Люди Нет Это Ты Виноват Тарелка Манки Перед Твоим Лицом Только По Твоему Собственному Желанию И Когда Мне Эта Манка Просто Надоела Я Сказал Всё Я Тогда Сделал Этот Шаг Все Помнят Этот Шаг Я Сказал Всё Господи Ни Одной Тарелки Манки Всё У меня Уже Она Со всех Надо Сделать И Как Будто Небо Открылось Бог Если Я Это Четыре Года Назад Дел Я Тебе Говорил Но Твоё Эго Тебе Не Давало Заметьте Дорогие Мои В фазе Выживания Бог Адресует Твоё Я Он Адресует Твою Гордость Твоё Эго О Бог Мой Как И Вы Знаете Бог Не Допустит Тебя Туда Пока Он Не Сломает Твою Гордость И Твоё Эго И Когда Я Смирился Это Не Один Момент Было Несколько Моментов Бог Мой Пустила Даже Попугаев В моём Доме Не Только Жену Меня И Детей Бог Мой Счастье Настало В Огороде Рогие Мои Почему Потому Что Я Наконец То Сделал То Что Бог Просил Меня И Вышел И Фазы Выживать Почему Я Трачу На Фазе Выживать Дольше Чем На Других Фазах Потому Что Большинство Находятся В Фазе Выживать Большинство Не Слышат Или Не Слушаются Бога Большинство Не Хотят Сдавать Тесты Ты Знаешь Дух Святой Тебе Говорит Каждый День Бог Каждый Раз Ей Приходит И Сделай Это Не От Бога Это Не От Бога И У Тебя Всегда Тот же Самый Разговор Ты Приходишь Господь Да Придет Прорыв У Тебя Сразу Приходит В Дух Твой На Память Дело Которое Тебе Нужно Сделать Вещи Которые Тебе Нужно Достичь Моменты Которые Нужно Разрешить Ты Такой Нет Это Не От Бога Ну Тогда Держи Манку Жрешь Манку И Говоришь Пастор Был Не В Дух Из Дня Рупа Просновления Вообще Как Это Неправильно Надо Менять Церковь Наверное Проблема Не С Тем Что В Круг Тебя Проблема Не С Горой И Проблема Даже Не С Манкой Проблема С Тобой Потому Что Тебе Сказано Взять Оружие И Перейти По Ту сторону И Ордана А Вдруг Не Получится Гиганты Большие Вы Знаете Мы Во время Молитвы И Разговоры С Богом Мы Придумываем Себе Разные Отманы И Твои Отмазки Абсолютно Логичны Но У тебя Есть Одна Проблема Отмазавшись И съев Тарелку Манки Каждое Утро Ты Не Движешься Никуда Кто-то Тут Есть Ты Со Мно Едем Дальше Ты Этот Момент Для Себя Взял Итак Поэтому Если Тебе Надоело Манка Внимательно Послушай Что Бог Тебе Говорит Потому Что Он Первый Заинтересован Чтобы Ты Перестал Ходить Вокруг Горы Он Сказал Пройти Мимо Горы Ты Задержался К сожалению Многие дети Бога Сделали Фазу Жизни Это Очень Неприятная Фаза Которую Бог Не Планировал Чтобы Мы В ней Жили Мы Должны Через Нее Пройти Взять Свои Уроки Сдать Экзамены И Двигаться В обещание Бога Именно там Начался Ропот И Неудовлетворение Я помню Когда Это Началось Это Значит Ропот Начался У Евреев Тогда Когда Манка Больше Не Входила Они Туда Манка Назад И И Ты Говоришь Господи Еще Один День И Они Приходят К Моисею И Два Миллиона Людей Моисея Нам Что-то Надо Делать Мы Хочем Мясо Вам Не Мясо Надо Вам Надо Вобеду На Землю Кто-то Понимает И Кто-то Пытается В позиции Выжить Пытается Напрячь Моисея Чтобы Жить Вы Заметили Они Спросили Моисея Может Пойдем Они Сказали Мясо Хотим Лучка Чесночка Поджарочки Колбаски Копченого Сальца Нет Это Мы Это Не Евреи Больше Украинцы Окей Хорошо Это К ним Не Подходит Хорошо Бог Дал Заметьте Что Интересно Бог Говорит Хорошо Манка Не Катит Я Вас Покормлю Мясом Скажите Мне Как Надолго Хватило Евреев Насчет Мяса Написано Перепелы Полезли Сно Суши Знаете Почему Семья Потому Что Фаза Выжить Не Предназначена Чтобы В ней Жить Евреи Постарались Окультурить Гору Кто-то Понимает Они Они Постарались Сделать Ее Более Одомашней Сделать Ее Ну Как Бы Приятной Для Жизни Бог Говорит Никакая Пустыня Гора Манка И Перепелы Вы Не Сможете С ними Жить Вы Сможете Там И мы В Израиле Были Я Помню Как Красиво Видно Обитованную Землю С той Горы Потому Что Мы С С Ребятами Стояли На Обитованной Земле И Смотрели Туда Откуда Они Смотрели На нас Я Видела Это Море Река У всех Разные Стандарты Мы Туда Не Пойдем Знаете Некоторые У нас Море Придите Я вам Покажу Что Море Там Где Края Не Видно У У Нас Гора Мы Приехали В Израиль Это Гора Прийти К нам Мы Вам Объясним Стандарты Гор Хотя Чтобы В вашей Головой Появился Стандарт Горы Вы Знаете Иногда Моисей Зашел На Гору Моисей Не Зашел На Гору Он Сделал Два Шага И Он Стоял На Прыще Ладно Мы Туда Не Пойдем Потому Я Могу Сейчас Обидеть Гору Я Не Хочу Обидеть Горы Сходите На Наш Рейнир Там Где Снег Круглый Год А В нашем Представлении Там Ого А Там Он Сказал Сейчас Вернусь Раз Два Он Там Сгоры Даже Видел Что Делается Говорит Там Чтобы Гора Была Не Слишком Высока И Мы С вами Понимаем Вот Этот Весь Момент Где Израиль Идти Не Хотел Но Жить Хорошо Около Горы Хотел Чесночок Лучок Мясцо И Они Попытались Это Сделать И Это Пошло Не С Тех И Все Остановилось Почему Потому Что Бог Ты Не Сможешь Жить В Фазе Выживания Представь И Каждый Раз Когда Ты Делаешь Круг Ты Опять Видишь Обитованную Землю Ты Опять Видишь Исполинов Которые Жрут Твои Яблоки 40 лет Пьют Твое Молоко Доят Твоих Коров Живут В Твоем Доме В Котором Ты Уже Должен Войти 40 лет Назад Но Из-за Того Что Ты Не Хочешь Победить Свою Я Свой Страх Свои Предрассудки Ты в фазе Выжить В этом сезоне Знаете, что самое интересное Именно в этом сезоне Знаете, как издевательство В этом сезоне я получал больше всего пророчеств Насчет моей судьбы Я уже Манку Видень Я Не могу Выйти Из Четырех Стен Я Не Молюсь Моя молитва Это Вой Это Моя молитва Ты Понимаешь Что Ты Попал И В этот Момент Приезжает Апостол И говорит Я Вижу Я Ничего Не Вижу Кто-то получал в этом сезоне Самый мощный пророчеств Господи, зачем Это же издевательство У меня мука здесь А ты мне еще даешь Такие вещи Я вижу Я слышу Ты будешь там О Представляете, они что Около горы Получили Слово об обитованной земле Им там Еще в Египте Рассказывали Мы Войдем Как Войдем Они Не там Получали Пророчества Они Получали Пророчества От другой Стороны Я Заметил Ко мне Все Подходят И говорят О Мы Чувствуем Мы Чувствуем Я Уже Ничего Не Чувствую Я Уже Хочу Пророков Бить Он Я Уже Смотрю Идет Ко Мне Я Знаю Он Идет С чем Хорошим И И опять Мне Говорится Мы Видим Мы Слышим И Я Понимаю Что Они Видят Правильно Но Мое Я Мой Страх Мои Предрассудки Не Позволяют Мне Сделать Шаг В Неизвестность Сделать Шаг Через Эт Иордан Сделать Шаг Через Эту Реку В Мою Мечту А Бог Будет ждать Пока В Тебе Созреет Следующее Поколение Внутри Тебя Я Помню Когда Это Дозрело И Потом Я Жалел Почему Я Не Сделал Это Раньше Почему Я Не Сделал Это Раньше Итак Цель Этой Фазы Я Заканчиваю Этой Фазы Ввести Тебя В Исчерпанность В Тотальное Банкротство Твоей Плоти Твоего Я Забрать У Тебя Все Что Твое Я Помню Я Уже Господь Ну Что Тебе Еще Отдавать У Меня Уже Нечего Отдавать Я Помню В Этом Сезоне Было Само Больше Сделано Повелений В мою Жизнь Бога Чтобы Жертвовать Не Только Финансы Жертвовать Все Все Вещи Которые Только Могли Заменить Мне Бога Или Что-то Приятное Отец Сказал Отдай Я не Понимал Почему Я Теперь Понимаю Потому Что Он Хочет Забрать У Тебя Все Что Было Достигнуто Вне Его Кто-то Понимает Этот Слышок Другими Словами Он Снимает С тебя Медали Которые Ты Достиг А Сейчас Когда Ты Будешь Делать Это Буду Я Тебе Давать Я Даже Злился На Бога Почему Ты Забрал Все Что Им Даже Небольшую Цену В Моих Глазах Потому Что Все Это Достигнуто Было Без Меня Твоим Эго Твоей Силой Твоей Плоти Вот Почему Измаил Должен Быть Изгнан Из Дома Кто-то Понимает Смысл Этого Именно Измаилу Не Позволено Жить Потому Что Поймите Измаил Это Духовный Прообраз Твоей Моей Жизни Это Это Напоминание О Сезоне Где Я Сделал Без Бога Это Вот Это Теперь Ходит Что Было Достигнуто Без Бога И Поэтому Бог Говорит Убери Изгони Откажись Пожертвуй И Бог Говорит Я Заберу Тебе Все Некоторые Люди Задают Почему У меня Отходит Все Вот Тебе Ответ Потому Что Бог Хочет Чтобы С Этого Листа И В этом Сезоне Момента Только Как вам Сказать Только Исаак Другими Словами Как только Появляется Обещанное Все Что Твое Обещанное Еще Не Вошло Ты Еще Не Вошел Туда Ну Вот Оно Ты Уже Видишь Но Теперь Тебе Нужно Отказаться От Всего Что Было Достигнуто Не Богом С Тобой А Тобой Без Бога Я помню Бог забирал 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 До того Что Забирать Уже Нечего Я так Благодарю Моего Бога За Мою Жену Я Даже Не Представляю Что Сделала Другая Женщина Когда Она Увидела Что У Мужа Съехала Крыша И Он Выносит Схат И Все Бог Мой Я Говорю Света Надо Все Снять С Аккаунта Снимай Я У меня Тут Драгоценности Есть Мне Бог Сказал Отдать Отдавай Света У меня Тут Более Менее Пару Адекватных Машин Бог Сказал Отдать Отдавай Она Ни разу Не сказала Не надо Или даже Зачем Ни разу Тебе Бог Сказал Делай Я Только Представляю Если бы У меня Был Человек Не от Бога Что бы Творилось Я Даже Не Смог Жертву Сделать Мне Бы Даже Не Позволено Было Сделать Бог Просит Но Обстоятельства Супруг И Разные Вещи Не Дают И Я Понимаю Боль Людей Которые В Супружестве Скажем Так Не С теми Людьми Которыми Бог Хотел Чтобы Ты Был Мы Понимаем Что Разводу Нет Конечно Невозможно Но Теперь Тебе Придется Всю Жизнь Пихать Квадратик В Кружочек Может Твои Уголочки За годы Сточатся И ты Все Таки Всунешь Его Как-то Оно Заработает Все Но Я Говорю Всем Людям Которые Слышат Меня Проси Бога О том Чтобы Все В Твоей Жизни Было От Бога Потому Что Когда Начнется Движение Ты Только Потом Ты Только Потом Поймешь Почему Все Должно Быть От Бога Потому Что Все Что В Твоей Жизни От Бога Будет Подчиняться Воле Бога Когда Бог Вести Тебя Будет Синхронize И И Поэтому Позволь Богу Лишить Тебя Всего Что Было Сделано И Достигнуто Вне Бога А туда Войдут Все Вещи Которые Бог Тебе Скажет Я Не Знаю Что Это И Поэтому Цель Этой Фазы Привести В Исчерпанность В Конец Себя И Своих Ресурсов Другими Словами Когда Израиль Стоит У Них Толком Нет Ничего Только Слово От Бога И Вот Река И Вон Обитованная земля И Все Что Нам Нужно Сделать Шаг В В И В Толком Нет Мечей Ничего Что Рабы Могли Унести С Египта Ну Как Они Были Молодцы И Они Золото Уволокли Они Знали Что Брать То Мы Понимаем Что Они Ушли Без Оружия И Мы Понимаем Какая Армия Что Это Может Быть Там Или Не Было Достаточно Оружия Скажем Так Но Бог Так И Говорил Что Вы Должны Слушать Меня А не Полагаться На Конницы И Колесницы Другими Словами Ты Должен Быть Полностью Исчерпан Когда Делаешь Шаг Перейти В Свою Обитованную Землю Надеяться Больше Не На Что Кроме Как Бог За Мной Ничего Нет Кроме Песка И Пустыни Так Больше Я Жить Не Могу И Не Хочу И Моим Детям Не Позволю Другими Словами Когда Я Помню Мой Сезон Когда Я Стоял Перед Своим Берегом И Когда Я Видел Мое Обещание Я Внутри Сказал Себе Больше Шагу Назад Не Будет Мы Делаем Только Шаг Вперед И Знаете Что Интересно Когда Я Вошел В Следующий Сезон Который Я Называю Стабилизацией Мы Сейчас Входим В Пункт Номер Два Или Синхронизация Укрепление Я Вошел Туда С Правильным Сердцем Другими Словами Неправильные Люди Неспособны Войти На Берег Обитованной Земли Они Просто Не Смогут Разные Факторы Удержат Их От Того Чтобы Сделать Этот Шаг И Поэтому Я Благодарен Богу Я Очень Благодарен Богу За Сезон Выжить С меня Было Выдавлено Все Что Мешало Богу Употреблению Поймите Я Не Люблю Этот Сезон Я Вспоминаю О Нем С Болью Но Я Абсолютно Понимаю Необходимость Сезона Выжить Бог Там Делал Меня Он Там Производил Что-то Стабилизация Следующая Фаза Это Стабилизация Я Хочу Объяснить Этот момент Долго Не Задержусь В Этой Фазе Находится Достаточное Количество Христиан Опять же Мы знаем Где Большинство Находится В Непослушании Выживании Просто Противлении Богу То есть Они Постоянном Давлении Битве Но Когда Настает Вот Эта Фаза Стабилизации В Этом Сезоне У Тебя Начнется Сражение Не С С С С Объясняю Первая Фаза Битва Только С Тобой И С Твоими Мотивами И Со Всем Что Тебе Мешает В Пустыне Израиль Сражался С Израилем Кто-то Понимает У Израиля Не Сражался С Песком С Богом С Дьяволом С Исполинами С Какими-то Великими Нет Скажем так Там Была Гражданская Война Внутри Тела Которому Была Обещана От Бога И Когда Вот Эти Люди Дозрело Поколение Когда Внутри Тебя Дозреет Это Ты Больше Не Захочешь Так Жить Ты Продержишь Обещание Бога До Конца И Ты Входишь В Фазу Стабилизации Теперь Битва Снаружи Битва Изнутри Переходит В битву Снаружи Кто-то Понимает О Я Помню Этот Сезон Я Помню Когда Я Вошел Бам И Мне На Руки Дается Меч Меч Моей Идентификации Меч Моей Функции И Бог Говорит Махай Сынок Мы Махали И Некоторые Из вас До сих Пор Помнят Эти Периоды Ой Махали Ой Летела Летела Ох Мы Стружку Снимали Помните О чем Я Говорил Бог Дорогие Мои Что Это Так Вот Та Фаза Это Была Фаза Опять Я Говорю Оно Немножко Корпоративно Лично Но Вы Понимаете О чем Я Больше Хочу Сейчас Чтобы Ты Понимал Что Это Индивидуально Но Это Также Есть И Корпоративно И Я Помню Когда Меч Я Четко Знаю Что Делать Я Прям Почувствовал Себя Как Иисус Навин Я Точно Знаю Бог Со Мной Ничего Меня Не Остановил Никакие Бесы Жена Сморит Улыбается Наверное Аж Вспоминаешь Тот Период Времени Я 40 дней Поста Перерыв В неделю 40 Еще Меня Меч Клонит Все стороны И Я Помню Как Тебе Дорогие Но я Помню Это не то Что Всему Своё Время И место Кто-то Понимает Я Помню Это не то Что Я Там Решил Эта Битва Она Втолкнула Тебя В эти Густые Битвы Посты Молитвы Духовного Брани И Я Помню Вот Эта Фаза Стабилизации Где Я Уже Не Просто Воевал С собой А Я Теперь Своей Функцией Приводил Мою Обитованную Землю В порядок Теперь Моя Фаза Моя Функция Работает Я Знаю Кто Я Я Знаю Точно Что Нужно Делать Я Знаю Что Происходит Локально Глобально С жизнями Людей С Транформация Сознаний Много Чего В том Периоде Происходило Но Поймите Дорогие Мои Что Ты Поймешь Силу И Тебе Будет Дана Мудрость Сразиться И Не Просто Сразиться А Сразиться И Победить И Вот Эта Фаза Стабилизации Некоторые Не Понимают Эту Фазу И Они Говорят Бог Что Происходит Я Думал Сейчас Все Окончится Сейчас Все Утрясется После того Как Этот Конфликт Закончится Внутри А Бог Говорит Нет Дорогой Как Только Конфликт Ты Разобрался С С С С Теперь Тебе Нужно Разобраться С Врагами Бога Теперь Тебе Нужно Войти В ту Землю Которая Принадлежит Богу Но Ты Ее Должен Привести В порядок Для Бога Для Своего Поколения Некоторые Люди В конфузии Бог Что Происходит Стабилизация Сейчас Ты Выравниваешься В этом Сезоне У тебя Ничего Забрать Не Могут Также Смотри В этом Сезоне Ничего Не Могут Забрать Добавить Приписать В этом Сезоне На тебя Будет Много Слуха В Разных Историй Ходить Потому Что Теперь Ты Становишься Видим Слышим Опять же Я говорю Разный Диапазон У кого-то Меньше У кого-то Больше Тебя Начинают Замечать Видеть Ты Оперируешь Из своей Функции В Этой Фазе Мы Познаем Бога Его Силу И Могущество Мы Понимаем По-настоящему Мы Чисто Видим Теперь Не Просто Пророчество А Мы Входим В Него Прямо Сейчас Мы Начинаем Видеть Как Это Происходит Прямо Сейчас На Наших Глазах Именно Здесь Отец Дает Нам Цель Для Жизни И Сил Для Совершения Предназначения В Этой Фазе Ты Больше Не Сомневаешься В Обещаниях Бога В Этой Фазе Ты По-настоящему Основан На Боге Помни Как Иисус Нам Сказал Я И Дом Мой Будем Служить Только Богу Другими Словами Ты Абсолютно И Тотально Утвержден В Этой Фазе И Потом Начинается Очень Потом Начинается Как вам Сказать При Переходе В Следующий Сезон Поймите Сейчас Меня Правильно Начинается Штиль Тишина И Некоторые Люди Не Понимают Бог Что Произошло Ты Отвоевал Я Когда Помните Где-то Года Четыре Пять Назад Пришла Какая-то Тишина Я Помню Бог Так Что То Не То Хочется Махнуть Мечом А Вроде Никого И Нет Рядом Хочется Как-то Кого-то Проткнуть Никого Нет Проткнул Всех И Бог Говорит Сейчас Настоит Время Штиля Стабилизации Другими Словами Теперь Время Израилю На Битованной Земле Размножаться Кто-то Понимает Это Время Размножаться Кто-то Из вас Играл В Стратегические Игры На Компьютере Кто-то Играл Да Поднимите Руку Я сам Играл Сейчас Играл Играл Некоторые Кто из вас Играл Все остальные Играли Но не подняли Я вас Понимаю Посчитаем Что в это Время Молитесь Господом Хорошо Стратегические Игры Что такое Стратегическая Игры Ты можешь Здесь быть Честным Я тебя Не осужу Ты Не в той Церкви Находишься Стратегическая Игра Примерно Состоит Из трех Частей Когда ты Начинаешь Свою Цивилизацию Первая Фаза Это Выжить Это Ископаемых Нет Фермы Не построены Земель Нет Рабочих Нет Нет хлеба Нет золота Нет мяса Нет камней Ничего Кто играл Вы знаете О чем я говорю Ты выживаешь И плюс Ко всему этому Нехватке На тебя Еще нападает Враг Они тебя Грабят Убивают Твою команду И ты бегаешь Из угла В угол По этой игре Пытаешься Выжить Где-то Кто-то Понимает Другими словами Первая фаза В игре Стратегических Хитров Когда выжить Вторая фаза Когда ты выжил Построил стены Башни Замки Знаете О чем я говорю Это Ты ни на кого Во второй фазе Не нападаешь Ты Крепнешь Ты расстраиваешься Укрепляются стены Ты поднимаешь Строишь Армии Дивизии Батальоны Другими словами Ты Никуда Не Ты Стабилизируешься И потом Начинается Фаза Три Это Процветание Или захват Это Жизнь Итак Третья фаза Я в нее Перехожу Она называется Процветание Итак Первое Выживание Вторая Стабилизация И третье Процветание Это Там Где Минимально Работы И Максимально Идет Результат Это Там Где Ты Работал Месяц И Тебя Слышало Три Сейчас Ты Работаешь Час И Тебя Слышат Тридцать Ты Кто-то Понимает Понимаете То есть Все Наоборот Другими словами Люди Даже Спрашивают Что Это Популярными Становятся Те Которые Говорят Шаповалова Дьявола И у них Просмотры Проскакивают На их Ютубе Что Угодно Происходит И им Достается Популярность Неважно Любят тебя Или обливают Грязью Понимаете О чем я говорю То есть Начинается После стабилизации Это там Где тебя Сдвинуть Не могут Атаковать Не могут Победить Точно Не могут Им приходится Спокойно Затянуть Язычки И научиться Жить с таким Элементом Как ты И как Как только Все Успокаивается Начинается Твое И мое Процветание В фазе Три Я называю Эту фазу Еще Завоевание Фаза Где Теперь Один шаг Территория Моя Когда в первой Фазе Я забежал На территорию Врага Попровозглашал Что-то Мне дали Под задницу Я забежал Назад То есть Я выживал Я знал Что там Враг Я знал Что надо Сделать Но я Ничего Не мог Сделать Сейчас Я даже Не делаю Я Что-то Надо Сделать Я Набираю Телефон Говорю С одним Из моих Глобальных Духовных Сыновей Церкви И они Едут И делают В той Стране В том Регионе Где Бог Что-то Сказал Сделать Кто-то Понимает Что такое Захват Мне даже Не надо На самолет Садиться Хотя Я не против Иногда И полетать Просто Начинается Просто Начинается Распространение Начинается Захват Начинается Процветание Другими Я не хочу Открывать Много Тайны Секретов Вы Понимаете О чем Я Говорю То есть И вот Это Должно Начаться В твоей Персональной Жизни Можешь Ли ты Адекватно Посмотреть Сейчас На свою Судьбу И честно Определить Где Ты Как Сын Бога И Дочь Бога Находишься Ты В позиции Выживания Тогда Я Практически Как Хирур Как Доктор Говорю Тебе У тебя Есть Вещи Которые Тебе Мешают Ты Не Слышишь Боишься Или Что Не Делаешь Что Бог Говорит Тебе Делать Бог Не Издевается Ни Над Кем Он Не Оттягивает Время Он Просто Говорит Встаньте И И Идите Земля Обитованная Ваша Но Именно Наши Предрассудки Наши Страхи Останавливают Нас От Это Поэтому Дорогие Посмотри Внимательно Посмотри Где Ты Фаза Один Два Или Три Фаза Три Это Уникальная Фаза Я Скажу Так Что Я Даже Не Позволил Бо Себе Говорить Об Этой Проповеди Если Б Я Отчасти Немножко Не Попробовал Фазу Три Я Понимаю Что Мы Еще Не Там Не Там Где Бог Обещал Но Я Знаю Что Такое Вкус Фазы Три Я Понимаю Как Оно Выглядит И Как Оно Работает Не Только У Меня Но И У Наших Духовных Отцов И Людей С Которыми Мы Общаемся Я Вижу Как Минимально Идет И Чем Дальше Тем У Тебя Минимальнее Затрата И Максимальнее Результат Ладно Отложим Израиль Возьмем Иосифа Три фазы Помните Да Сначала Выжить Яма Чтоб Братья Не Убили Выжить Дом Патифара Тюрьма Это Стабилизация Пытался Дернуться Оттуда Не Мог Пытался Сделать Что Ничего Успокоился Стабилизировался И Потом Ему Дается Призыв Фазу Три И Теперь Ему Не Надо Ничего Прокачивать Проталкивать На Него Одевается Перстень И Это Фаза Процветания Иосифа Где Одно Слово И Весь Египет Делает Так Как Он Сказал Поймите Дорогие Но Эти Фазы Мы Проходим Как Дети Бога Ты Можешь Отказаться От Них Ты Можешь Игнорировать Их Но Я Говорю Всем На Ком Судьба Если Много Лет С тебя Что Не Уходит Определи Где Ты Фаза Один Ты До Сих Пор Выживаешь Ты Столько Лет С Богом И Ты До Сих Пор Выживаешь Что Неправильно В твоей Теологии Что-то Неправильно С твоим Сердцем Что-то Ты Не Делаешь Правильно Что Бог Говорит Тебе И Ты Не Слышишь Его Вторая Фаза Захватил ли ты Все Что Тебе Сказано Захватить Двигаешь Ты С Богом Двигаешь Ты Туда Что Он Сказал Тебе Фаза Стабилизации У Некоторых Сейчас Фаза В конце Фазы Стабилизации Настает Тишина И Я Увидел Как Тишина Разрушает Людей Я Видел Как В тишине У людей Начинает Ехать Крыша Им Лучше Что-то Дать Делать Потому Что Если Ты Ничего Не Дал Делать Они Придумают Что Делать Ты Не Дашь Им Беса Они Сделают Беса Придумают Беса И Будут Против Него Воевать Поэтому Дорогие Поймите Что Вместо Того Что Тебе Раз Разрастаться И Стабилизироваться И Просто В этой Фазе Успокоиться Семья Вы заметили Как Тяжело Жить В покое Кто-то Заметил Где Движуха Где Движуха Где Движуха Успокойся Движуха Придет А ты Можешь В покое Пожить Ты Можешь Просто Пожить Где Хорошо И Не Сносит Крышу Хотя Б Неделю Просто Расти Говорить Обнимать Любить Инвестировать Можешь ли ты Жить В покое Или нет Нам надо Все Испортить Потому что Мы не привыкли К тишине Что-то должно Орать И прыгать Где-то должно Болеть Когда что-то Хорошо Значит Бог от нас Ушел Нет Дорогие Мои Все Царства Все Цари Входили В фазу Покоя Там Где Соломон Именно Царь Мира Вошел В фазу Покоя Проблема В том Что Многие Включая Соломона В покое Жить Не могут Бог Мужик Просто Начал Жениться Ох Женился Боже Вот это Хобби Было У тебя Какое Хобби Женюсь Ты Замужем Нет Давай Соломон Он был Занятый Человек Он был Занят Не тем Вопрос Способен Ли Ты В фазе Стабилизации Жить В покое Способен Ли Ты Покою Пребывать В твоей Жизни Потому Что Некоторые Я вам Говорю Люди Не Способны Жить В покое Говорят Пастор Месяц Ничего Не Происходит Что Должно Происходить Он Говорит Какое Это Движуха Говорит Я Бога Месяц Прошу Чтобы Посидеть Спокойно Для Тебя Движуха Это Экзотика Для Меня Это Кошмар Кто-то Понимает О чем Я говорю Потому что За всю Экзотику Расплачивается Пастор Мы туда не пойдем У каждого Разный экзотик Итак Фаза Процветания Я буду Потихонечку Закругляться Это Фаза Входа В свое Наследие Гравитацию И Обеспечение Там Где Ты Уже Входишь В фазу Наслаждения Тяжело Объяснить Покой И Наслаждение Тем Кто Всегда С выбитыми Зубами Пастор Мне только Зуб Вставили Куда Идем Дальше Я говорю А давай Никуда Не пойдем Вы знаете Что Большинство Людей В покое И свободе Жить не могут Знаете Это факт Им Всегда Надо Какая-то Война Чтобы Быть В тонусе Они Не могут Быть В тонусе В хождении С Богом В поклонении В жизни С Ним Им нужно Быть Чтобы Кто-то Их Приводил В тонус Куда Идем Пастор Пока Никуда У нас Господь Ушел Я говорю Стоп Стоп Дайте мне Немножко Подышать Потому что Последние Минимум Лет Двенадцать Тринадцать Бог Мой Нас Узнал Весь Мир Тот Который Даже Знать Нас Не Хотел Поверь Мы Репутацию Даже Нашим Внукам Уже Испортили Ну Вы знаете О чем Я говорю В казах Религии Мы так Навоевали Что Даже Малок Мелок Ты Куда Ходишь И Мелкий Дважды Подумает Говорить Или Не Говорить Потому что Сейчас Что-то Будет Другими Словами Нас Знают Нас Очень Немного Но Шумим Бог Держи Меня Знаете Мне Нравится Это Это Фокус Бога Враг Идет А там Давида Даже Нет Там Сидят Парус Оглядат И Бог Говорит Я Там Сделаю Шум У Тутовой Рощи И Тутовая Роща Зашумела Затутела Тутовая Роща Затутела Тут Затутел Враги Наделали В штаны И перерезали Друг Помните Эту Битву И Представь Популярность Такая Водовитая Наверное Там Просто Нереальное Количество Воинов Ты Раздвигаешь Тут А там Три Мужика Сидят И У них Даже Мечей Нет Они В центре Трансформации Заходят Что это Вы Шумите На весь Мир Вас Тут Господи Боже Пальцы Кончились Я говорю Это И Секрет Бога Поэтому Он Держит Тебя Тихо Чтоб Тебя Не Видели Пусть Думают Что Нас Тысячи Так Легче Верить Кто-то Понимает Вот это И Есть Фокус Бога Как Взять Незначущее И Победить Все Значущее Взять Немудрое Миро И Сделать Нереальные Победы И Все Это Делается Вами Некоторые Даже Приезжают Туда Знаете В Украину Там В Россию И Там К их ногам Там Сбегаются Такие Толпы Людей А Они Пытаются Объяснить Слушай Я просто Ведро В центре Ношу Помолись За нас Ты знаешь Сколько У нас Людей Просто Едут Туда В гости И Начинают Министр Помнишь Андрей Я не знаю Что это Было Я им Сказал Сразу Я им Сказал Сразу Что Я не Проповедник Но Я вам Скажу И Там Целое Пробуждение Началось Саша Где Саша Сусин Там Тоже Целое Пробуждение Началось Там До сих Пор Оно Идет Ребята Это Не Шутки Люди Едут В гости И Там Просто Взрывается Бомба Ребята Пытаются Объяснить Что Мы Не То Что Вы Думаете Мы Простые Люди А Им Все Равно Вы С Центра Трансформации Кни Меня Плюнь На Меня Будь С Ни Меня Что Ни Сделать Принимаю Передачу Дорогие Мои Но Это Секрет Бога Согласен ли Ты Жить Вот Так Согласен ли Согласен Ли В глазах Людей Быть Ничтожным А в глазах Бога Быть Великим Я Согласен Мне даже Нравится Я только Представляю Если бы нас Было раза в три Больше Сколько Драмы Было Бог мой Мы Не можем С нашим Детским Садом Драму Успокоить Кстати Я Свете Говорю Света Сейчас Драма Утихла Она Говорит Да Я говорю Не утихла Сейчас Новая Готовится Мы просто Не знаем Она Где-то Зреет И Набухает Уже Идут Где-то Корешки И Какие-то Отросточки Семья Дайте Пастору Неделю Отдохнуть Не звоните Мне Пожалуйста Когда звоните Говорите Пастор Я тебя люблю И просто Быстро Ложите Друг Аллилуйя Ну такова Наша Судьба Санта-Барбара Так Санта-Барбара Итак Процветать Тяжело Потому что Когда не знаешь Процветать Драма Начинается Знаете Когда начинает И вошел В фазу Процветания Тебе Нефиг Делать Тебе Вообще Нефиг Делать Все Взято Все Промолено Команды Везде Действуют И Что же Мне Делать О А кто Это В бассейне Купает Понимаете Да Откуда Проблемы Начинают Где Проблемы Начинают Научись Жить В покое С Богом Наслаждайся Тихими Сезонами Наслаждайся Покоем Ростом Успехом Просто Не твори Ничего Можешь Ты Неделю Не делать Ничего Знаете Я сейчас Признаюсь Чем-то Я люблю Мультик Про Губку Боба Или Спанчбоб Очень нравится С детьми Начал смотреть Дети Выросли А я Еще Смотрел Жена Подтвердит Это Исповедание Бывает Не могу Пропустить Спанчбоба Просто Раз И попал И вы знаете Кто смотрит Спанчбоба Особенно Те Кто С детьми Я знаю Вы все Смотрите Потому что Там Юмор Скажем так Не детский Прикольный И вы знаете У Спанчбоба Есть друг У нас Просто Тема Такая Интересная Извините Пастор Сегодня Про Спанчбоба Проповедал Вот это Глубина Была Ну Побудь Со мной Анафеме Пока Не предавай Хотя бы Пять минут У спанчбоба Есть друг Пэтрик Помните Это звезда И вы знаете У этой звезды Было такое Великое Высказывание Он говорит Я самый Он так сказал По-английски Он как-то звучал Говорит Я самый крутой Профессионал В делании Ничего Он говорит Я говорю Господи Пусть помазание Пэтрика Перейдет На нашу Церковь Можем ли Мы просто Посидеть Под камешком Спокойно Как он Просто Полежать Просто Благословлять Друг друга Не искать Друг друга Бесов Я вижу Тут их Извели Где-то Дорогие мои Тут уже Все тараканы Умерли И микробы На тараканах Сбежали Самая промоленная Протертая Запущенная Церковь На планете Земля Пожалуйста Полежите Немножко Спокойно Просьба Пастора Этого в конспекте Нет Это от сердца Семья Просто Спокойно Я понимаю У тебя будет Война Не придумать Мельницу И не стать Дон Кихотом Ты опять Что-то Придумаешь И скажешь Вижу Тучи Темные Надвигаются На церкву Нашу Оседлаю Я Какого-то Лидера И Поскакаю Я К победе Великой Господи Бог Это шутка Но это Правда Так Я заканчиваю Тему Потому что Я сошел С рельс Мне нужно Вернуть Назад Ну вы Понимаете О чем Пастор Там В глобальной Теме Что они Там Говорят Успокойтесь Мы не знаем Как Стартануть Бог Ребят Приедьте Посмотрите О чем Я говорю Мы хотим Научиться Покою Это Сложная Тема Научиться Как Не видеть Друг Друг Бесов Научиться Любить Снисходить Прощать Доверять Господи Дальше Это Это Фаза Где Завоеванные Сферы Отец Начинает Называть Твоим Именем Кто-то Понимает Фазу Процветать Другими Словами Ты не Сможешь Отделить Дома Приютов И прием Сирот И не Включить Туда Имя Матери Кто-то Понимает О чем я говорю Сферы Начинают Называться Твоим Именем Ты Настолько Распространяешься И ты Это имя Настолько Ассоциируется Или движение С тобой Что Бог Говорит Сын Это Твое Наследие Я благословляю Тебя Теперь Когда Всякий Раз Когда Они Упоминают Вот это Или Дом Приютов Или Это Всегда Будет Ити Мать Духовная Мама Из Поколения В Поколение Мама Тереза К примеру Когда мы Берем Апостола Павла Бог Мы Учимся На Учениях Апостола Павла В основном 99% Он был Той Личностью Который Именно Стартанул Начал Все Что Мы Называем Современной Церковью Христиан Две Трети Нового Завета Именно Не Просто Описано Им А Именно Как Учение Вложено Поймите Дорогие Мои Отец Хочет Дать Тебе Территорию Но Эта Территория Не Дается Ни В Первой Ни Второй Фазе Она Дается Только В Третьей Потому Что Когда Ты Доходишь В Третью Фазу С Тебя В Реальности Уже Ничего Не Остается Только Футлярчик И Который Как Павел Говорит И Уже Не Я Живу А В Моем Футлярчике Живет Христос Он Говорит И Все Что Я Делаю Это Только Для Того Чтобы Помочь Вам Самые Дорогие Вот Это И Есть Три Фазы Взяли Для Себя Что Я Еще Не Закончил Я Немножко Еще Буквально Пару Минуточек Итак Эти Сферы Где Эта Фаза Где Целые Сферы Движения Называются Твоим Именем Не Потому Что Это Гордость Или Превозношение А Именно Из-за Того Что Ты Пионер И Первопроходец Эти Мещи Когда Мы Смотрим На Такую Личность Как Мартин Лютер Немец Который Не Просто Сделал Реформацию Он Принес Революцию Дорогие Мы До сих Пор Переводим С Переводов Его Мы До сих Пор Основываемся В Корнях На Его Учении И На Его Первых Переводах Библии И Поэтому Дорогие Ты Не Можешь Двинуться Куда Где То Бог Хочет Подарить Тебе Сферу И Твое Имя Туда Только Потому Что Ты Сын Или Дочь Несущая Его Царство Итак За эти годы Движения Своей функции Ты Настолько Достиг И Завоевал Некоторые Вещи Что Что Теперь Вся Сфера Ассоциируется С Твоим Именем Мы Например Мы С Вами Говорим Молитва И Моментально У нас С Всплывает В голове Кто Майкл Майкл Биккл Вот Это Семья Я Говорю Что Такое Распространение Что Такое Просто Захват Вау Вот Это Наносим Это То Что Отец Дарит Зрелым Сыновьям И Дочерям Это То же Самое Что Три Сферы Сфера Младенчества Потом Сфера Юношества И Третья Сфера Библия Называет Отцовство Или Зрелость Это Период Последний Расширение И Умножение Это Там Где Ты Не Хотя Становишься Отцом И Матерью Массам Людей Здесь Ты По Настоящему Начинаешь Жить И Давать Другим Жизнь Ты Не Просто Выживаешь Твой Ответ На Вопрос Кто-то Ожил И Воскрес Твое Маленькое Прикосновение Молитва У кого-то Прорыв В жизни Другими Словами Я Начинаю Находить Даже Себя В Фазе Той Где Мне Даже Как-то Стыдно Что Я Так Мало Делаю И Так Много Получается Но Я Понимаю Что Это Идет С Территорией То Ты Ты Воюешь За Авторитет Он У Тебя Автоматически Есть Ты Не Выживаешь Ты Абсолютно Живешь И Вот Это Уникальная Позиция Но В нее Надо Дойти Через Послушание Тебя Кто-то Может Любить В этой Фазе Последней В Сфере Процветания Кто-то Не Любит Кто-то Любит Но Это Никогда Не Повлияет И Не Сдвинет Тебя Как Личность И Не Повлияет На Кто Ты То Тебе Невозможно Проголосовать Сдвинуть Кто-то Понимает Тебе Невозможно Другими Сами Все Что Ставится Человеком Можно Проголосовать И Сдвинуть Но То Что Ставится Богом Против Него Может Выйти Все Но Никогда Оно Не Сдвинется Ни Шаг Ни Туда Ни Туда Поэтому Мне Всегда Хочется Видеть Людей Вокруг Себя И В Моем Служении И Движении Тех Кого Ставит Бог Которых Бог Держит Укрепляет Это Сезон Духовной Зрелости Где Отец Доверяет Тебе Не Только Строить Царство Но Ты Со Временем Становишься Частью Этого Царства Ты Становишься Частью Определенной Сферы Строительства Царства Это Не Просто Сезон Входа В Свою Функцию Это Сезон Где Ты Преображен И Являешься Этой Функцией Итак Что Такое Зрелость И на Этом Я Заканчиваю Зрелость Это Не Когда Ты Это Делаешь А Когда Ты Этим Являешься Почему Невозможно Победить Тебя В Сфере Третьей Потому Что У Тебя Невозможно Забрать То Кем Ты Являешься До Этих Моментов Тебя Можно Было Разочаровать Тебя Можно Было Расстроить Что То Забрать Но Сейчас Ты Слился Ты Преображен В То Что Бог Сказал Над Тобой И Вот Это Сила Трансформации Которая Бог Говорит Поймите Бог Не Просто Религия Заставляет Тебя Что То Делать Бог Вообще Так Не И Он Говорит Я Преображаю Или В Оригинале Превращаю Тебя И Секрет Превращения Вот В чем Ты Не Можешь Это Не Делать Другими Словами Ухо Не Может Не Слышать Его Нужно Только Выколоть Глаз Не Может Перестать Видеть То Есть Это Его Имя И Это Его Функция И Вот Где Религия Пролетела Они Пытаются Заставить А Бог Тебя Доводит До Позиции Преображения И Теперь Когда Ты Выходишь Ты Не Просто Это Делаешь А Ты Этим Являешься И Это Твое Имя Тебя Невозможно С Этим Разделить Оно Не Живет Без Тебя Ты Не Живешь Без Него Другими Словами Это То Куда Ведет Тебя Дух Святой Вы Взяли Что То Для С В Этой Интересной Теме Это Так Просто Знаете Поговорили Давайте Мы Поднимемся Мне Самому Было Интересно Пообщаться Но Я Верю Что Некоторые Моменты Даже Если Какой Это Момент Ты Возьмешь Для себя Я Верю Что Я Свою Функцию Испол Дорогие Для Меня Нет Ничего Как Вам Сказать Радостней Чем Видеть Когда Поднимается Следующая Команда Следующий Пастор Следующий Лидер Я Абсолютно Не Вижу Это Как Угрозу И Соперничество Для Меня Это Радость Я Наслаждаюсь Когда Кто-то Поднимается Мне Так Хочется Инвестировать И Суппортировать Я Благодарен Богу Что Мы С Вами Видим Как Поднимается Следующее Поколение Мы Видим С Вами Как Поднимается Молодое Поколение Сейчас Мы Видим Что Бог Делает Сейчас С Хорошо Давайте Просто Закрепим Это Папа Я Прошу Тебя Прошу Тебя Просто От Сердца Помоги Тем Кто Застряли В Позиции Выживать Господь Я знаю Что Это Одна Из Самых Сложных Позиций Из Которой Очень Тяжело Перейти Потому Что Там Нужно Разобраться Со Своим Сердцем Страхом Недоверием Я Прошу Тебя Иисус Прямо Сейчас Не только Локально Но и Глобально Покажи Что Стало Препятствием Для Перехода В следующий Сезон Я Прошу Тебя Адресуй Это Прямо Сейчас Я Прошу Духа Святого Прямо Сейчас Указать Тебе Что Мешает Тебе Мне так Хочется Видеть Тебя Счастливым А не Мучающимся Я Хочу Видеть Тебя Живущим А не Выживающим Наслаждающимся А не Просто Существующим Господь Я Прошу Тебя Исцели Сердца Пусть Закончится Этот Ропот Укажи Что Должно Быть Исцелено И поправлено Покажи Господь Где Кроется Ключ К Победе И Входу Как Ты Когда-то Показал Мне Это Не Было Легко Мне Мне Нужно Было Буквально Ломать Своё Эго У Каждого Из Нас Будет Свои Моменты С Которыми Разобраться Нужно Но Дух Святой Прекрасный Дух Святой Он Укажет Нам Он На Нашей Стороне Он Не Против Нас Он Хочет Помочь Нам Он Хочет Преобразить Нас И Он Самый Первый Тот Кто Счастлив Когда Мы Переходим Спасибо Папа Веди Нас Води Нас В Наши Судьбы И Предназначения Показывай Нам Наши Идентификации Спасибо И Все сказали Амин Амин Драгоценное Присядьте Родные Присядьте Редактор субтитров А.Семкин